Оба вы выразили свою позицию. Мы видим, что вы хотите мира. Вы оба так сказали. Именно это я заметил. Несколько раз вы упомянули общие ключевые вопросы и потенциальные проблемы. Я хотел бы задать вам еще один вопрос перед тем, как мы двинемся дальше. Проблема номер один – это разметка границы между двумя странами. Вы конкретно не говорили об этом, но я чувствую, что международные гарантии в плане механизмов разрешения споров здесь являются важным вопросом. И также ситуация в южной части Армении и связи между частями региона. Итак, мой вопрос следующий. Что можно сделать, чтобы достичь какого-то моментума, общего знаменателя здесь? Спасибо. Я отвечу на ваш вопрос, но у меня есть пара комментариев касательно заметок господина Гаджиева. Господин Гаджиев упомянул, что азербайджанская сторона ожидает некоторые прояснения касательно конституционных рамок Армении. Для начала я хотел бы сказать, что конституция и юридические рамки Армении – это наши внутренние дела. Это никаким образом не связано с миротворческими процессами. И у Армении нет каких-то территориальных запросов от Азербайджана. Мы много раз об этом говорили, и это было отражено даже в совместных заявлениях, которые были подписаны президентом Азербайджана и премьер-министром Армении. Но вне зависимости от этого, самый лучший способ прояснить, и я имею в виду для обеих сторон, прояснить и быть уверенными в том, что страны ничего друг от друга не ждут в территориальном плане. Это составление договора и подписать. Да, и это мирный договор. Да, и в проекте мирного договора есть два положения, которые как раз-таки обращают внимание на эти вопросы. Первое. Там в черном по белому написано, что... И, между прочим, я упоминаю эти пункты, о которых уже договорились предварительно. В одном из них написано, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга и не ожидают, не запрашивают никакой территории и не будут запрашивать и требовать никакую территорию друг у друга в будущем. И есть еще одно положение, где написано, что страны не должны обращаться к своему внутреннему законодательству, чтобы не выполнять положение данного соглашения. Поэтому я считаю, что наилучший способ, чтобы мы могли убедить друг друга в том, что мы друг от друга ничего не ждем и не будем ждать в будущем в плане территории, это подписание мирного договора. Господин Гаджиев говорит, что это не панацея, я знаю. И он говорит, что это не так уж и сложно. И я здесь с ним соглашусь. Здесь есть определенные базовые принципы международного законодательства. Законодательство, территориальная целостность, суверенность, уважение юрисдикции противоположной стороны, равенство и так далее. Это базовые принципы международного законодательства. То есть, если у нас есть понимание этого, по крайней мере, на уровне лидеров мы уже подтвердили наше взаимопонимание в этих вопросах. Что нам осталось? Нам осталось выполнить технические вопросы, техническую работу. К сожалению, мы не видим заинтересованность Азербайджана в соблюдении, в отражении этих принципов на бумаге. Мы надеемся, что это изменится. У вас был вопрос касательно разметки границы и насчет связи. Опять же, если Азербайджан повторно подтвердит принципы, о которых мы говорили, и согласит их отразить на бумаге, эти вопросы очень легко можно решить. Также касательно заметок, касательно милитаризации со стороны Армении. Но мы этого не делаем. Мы просто защищаем себя. Я думаю, что это вполне логично. Принимаю во внимание, что у нас есть определенные опасения в плане безопасности, которые появляются из-за Азербайджана. Поэтому мы должны защищать себя. У нас нет никакого агрессивного поведения или какой-то агрессивной мотивации к нашим соседям. Мы уважаем территориальную целостность всех наших соседей. Но у нас есть право строить свою защиту. И я хотел бы упомянуть, что Азербайджан сам по себе закупал и закупает оружие из разных стран. Мы знаем, что они делают это не только для защиты. Спасибо. Спасибо. Спасибо, господин Гаджиев. Я сейчас вам дам слово ответить на этот комментарий. Но у меня был вопрос насчет границы. После этого двинемся дальше. Спасибо. Я хотела бы поблагодарить господина Барбиняна. Он сказал, что не так сложно подписать мирные соглашения. Совершенно верно. Так оно и есть. У нас было пять основных принципов мирного договора между Арменией и Азербайджаном. И мы основывались на основных принципах международного законодательства. Как вы знаете, проблема такая, что с войны в 2020 году Армения не была заинтересована в заключении мира. Потому что вы знаете, что Азербайджану пришлось проводить контртеррористическую операцию в результате действий Армении. И у нас готов текст мирного договора. Как вы знаете, мы шаг за шагом видели изменения в этом тексте. И текст хорошо разработан. Я не хотел бы вмешиваться во внутренние дела Армении, но у нас есть положение, которое касается моей страны. Есть положение, которое также находится в преамбуле Конституции Армении. И также официальный юридический представитель Армении упомянул, что они оставят у себя эти положения касательно территориальной целостности Азербайджана. Потому что у них в документах упоминается этот вопрос. Поэтому я этим интересуюсь. Касательно вопросов разметки границы, вы знаете, это технический вопрос, он занимает много времени. Но за последние 30 лет армянская сторона не сделала никакого вклада в разметки границы. То есть мы работали односторонне, в одностороннем порядке со стороны Азербайджана только. Несмотря на все вызовы, с которыми сталкиваемся, у нас есть предложение, мы должны двигаться дальше шаг за шагом в плане заключения мира. И я думаю, что заключение мира не должно откладываться из-за разметки границы. Я понимаю, что это не быстро, это должно делаться шаг за шагом, но все это должно быть в двустороннем порядке. И поэтому нам нужно работать вместе и, конечно же, при этом поддерживая региональную безопасность между двумя странами, принимая во внимание вопросы безопасности, которые теоретически могут возникать.